16 часов в Одессе. В прямом эфире седьмого новости. Меня зовут Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Поиски людей, которые могли быть на Иволге, продолжаются. По состоянию на сегодня обнаружено 16 погибших. Я напомню, вчера катер подняли из воды плавкраном «Богатырь». Операция длилась несколько часов. На судне обнаружили тела еще двух погибших. Они пока не опознаны. В час дня Иволгу выгрузили на причал Ильичевского порта. Следственные действия продолжаются. Есть ли еще погибшие на катере, должны выяснить до конца дня. Возможно, остальные тела находятся внутри и могут быть завалены вещами и обломками. По некоторым данным, на судне могло находиться еще восемь человек. Следственные действия должны установить не только количество тел, а технический станцию судна. И установить техническую причину, почему эта трагедия осталась. Те, что мы попередно можем сказать, те инструкции, которые были порушены, первое, выход из несанкционированного места, который могло бы вообще перешкодить этой трагедии. Перемонтажение людьми в троекратной количестве, а также отключение реабилитационных приборов, которые могли дать возможность увидеть, где это судно. Зараз еще нужно, чтобы следствие установило вопрос о работе здатности тех аварийных засобов исповещения, которые должны были дать. Что касается поиска, то на месте трагедии ведется усиленное патрулирование и осмотр береговой линии силами МЧС. В акватории, в районе места аварии курсируют плавсредства и администрации морских портов, и МЧС, и морской охраны пограничной службы. Для того, чтобы вести поиски осматриваются берега и Белгороднестровского лимана. Потому что не исключено, что одно из тел могло, или несколько тел могло по каналу затянуть внутрь лимана с моря. В последний путь сегодня проводили большинство погибших на катере Иволга. Это 14 человек, чьи тела уже опознали. Пассажиров затонувшего 17 октября судно хоронили и в Киевской, и в Кировоградской областях, но большинство погибших все же одесситы. Среди них известный медик Олег Пивак. Врач руководил детской поликлиникой номер 6. Прощаться с ним в Спасо-Преображенский собор пришли десятки людей, чьих детей спас погибший. Человек необыкновенной доброты. Он мог найти подход к любому ребенку, к любому родителю. Он спас столько детей. Утрата очень для города, утрата очень сильная. Он врач от Бога, детский врач. Он вылечивал таких больных детей, которых другие врачи руки опускали. Он спасал. Великолепный человек светлый, большой профессионал. Нашего сына он наблюдал с рождения и даже спас ему жизнь. Что касается спасенных в Сыволге, под наблюдением медиков остается только один человек. Во время аварии он попал под винт катера и травмировал ногу. Сейчас пациент идет на поправку. До выборов осталось 4 дня. Одесская милиция заявляет обеспечить безопасность. Во время голосования готово. На страже избирателей бюллетеней будут 4 тысячи силовиков. Это не считая резерва. Избирательная кампания в Одесской области на финишной прямой. В ход идут все припасенные на черный день политтехнологии. В том числе и сомнительной прозрачности. Глава облки у Анатолий Бойко заявил, что по области сегодня зарегистрировано больше 150 нарушений избирательного законодательства. Основной грех предвыборной гонки – подкуп избирателей. Около половины нарушений было зафиксировано по районам Одесской области. Большая часть нарушений по городу Одессе. В первую очередь нарушения происходят не столько от самих политических сил, сколько от кандидатов в депутаты местных советов, которые баллотируются от этих политических сил. В свою очередь, одесская милиция рапортует о полной готовности. Уже с 22 числа переходят на усиленный режим несения службы. Всего в это воскресенье по городу и области безопасность избирательного процесса будут обеспечивать около 4 тысяч милиционеров. Дополнительно из бойцов спецназа сформированы группы быстрого реагирования. И это еще не все. В городе и во всей области будет в круглосуточном режиме действовать резерв из наших спецподразделений более 300 человек. Это бойцы батальона «Шторм», батальона милиции общественной безопасности особого назначения и батальона патрульной службы. А также будет в круглосуточном режиме работать еще более 300 армейцев в Национальной гвардии Украины. Будет задействована и новая полиция. Их задача – обеспечение порядка на улицах и сопровождение бюллетеней при перевозке. Силовики обещают жестко пресекать все попытки вмешательства в ход голосования со стороны лиц как в балаклавах, так и без. Если такие даже будут где-то появляться личности на избирательных участках и часто как-то нарушать правопорядок, то, конечно, будем очень жестко это пресекать в рамках закона, если будут задерживаться, доставляться, невзирая ни на какую политическую окраску. Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Юлия Марушевская уже приступила к своим обязанностям и вовсю проводит совещания на новой должности. О первом рабочем дне в Одесской таможне она рассказала журналистам 17-го канала. По словам Марушевской, ей помогают как украинские, так и грузинские специалисты. О назначении с понедельника нового руководителя Одесской таможни сообщил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита 16 октября. В Одессе стартовала всемирная акция по борьбе с раком груди. Сегодня и завтра все женщины могут бесплатно пройти маммографию. Правда, принимают всех по записи. В обычные дни эта процедура стоит 250 гривен. Зачастую пройти маммографию врачи советуют женщинам после 40 лет. Именно они наиболее подвержены раку груди. Только в Одесской области ежегодно заболевает около 900 женщин и умирает около 500. Это достаточно высокая цифра. По заболеваемости и смертности Одесская область имеет лидирующие позиции в Украине. Самое опасное, что заболевание протекает без симптомов. Поэтому врачи просят женщин хотя бы раз в год уделять внимание своему здоровью. Маммография – это один самый первый простой метод для того, чтобы женщина могла знать о своем здоровье или нездоровье. И этот метод позволяет обнаружить опухоль на самых ранних стадиях. В акции приняли участие клиника Медуниверситета, а также поликлиники номер 6 и номер 20. Детальные об этом смотрите в наших следующих выпусках. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, твиттере и в социальных сетях. Если вы стали очевидцами интересного события, заметили что-то необычное, звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся в 18 часов. Хорошего дня!